Привет всем, с вами Джексон и сегодня будет обзор двух посылок из Китая. В них находится одинаковый товар, но к разным устройствам. В первой посылке у нас находится закаленное стекло для Meizu M2 Note. Во второй посылке у нас находится два закаленных стекла для iPad Mini. В общем, давайте откроем первую посылку и посмотрим. Сразу же можно заметить, что вообще никаким образом продвес не упаковал. То есть, упаковал только вот в такую пупырку, которая вся лопнута, и стекло разбилось. То есть, я уже проверял, открывал и открыл дискут, кстати говоря. То есть, продавец вообще очень плохо упаковал, и поэтому стекло нам пришло в гребезги. То есть, это сразу же идет на выкид, толку от него никого нет. Единственное, что в комплекте вот две вот такие вот салфеточки со спиртом, и на этом все. То есть, вообще никого толку от этого стекла не может быть. Сразу же открываете дискут, если вам в таком состоянии приходит товар, поскольку он непригоден к использованию. И это зря потрачено, по-моему, 4 или 5 долларов. В общем, ссылку даже на этого продавца скидывать не буду, поскольку, как видите, он небрежно к этому отнес. Вот все, и стекло разбилось. Вторая же посылка у нас пример того, как нужно упаковывать стекло, чтобы оно не билось. У нас тут пенопласт в целом, и у нас тут даже два стекла, и оба уцелелят. Насколько вы видите, на этой посылке тоже есть следы вмятин, все углы сбиты. Почта ее не очень жалела, но при этом это очень плотный пенопласт. И вообще, повредить стекло, которое находится внутри, будет достаточно трудно. Тут у нас два стекла, как я и сказал. Так, давайте, достанем. И, как видите, стекла у нас в хорошем состоянии. То есть, вообще ни одной царапинки, трещинки нету. Это главное. Я не могу понять, почему все продавцы не используют такую упаковку, поскольку я не первый раз заказываю стекла. И, честно говоря, до этого мне пришло только одно стекло целое. То есть, все остальные были разбиты. А пенопласт неплохо их защищает. Кстати, то стекло, которое не разбилось, тоже пришло в пенопласте. И оно было целое. То есть, почта эти стекла вообще не щадит. И почему бы не упаковывать получше? Накинуть, может быть, пару центов за пенопласта, только копейки стоит. Но все-таки упаковать хорошо и не потерять деньги за испорченный товар. Поскольку вот это вот наклеить на Meizu M2 Note не получится, я сегодня покажу, как наклеить стекло в нашем варианте на iPad mini. Также он будет клеиться и на другие устройства. Кстати говоря, в комплекте к этим стеклам были еще вот такие вот салфетки. Сначала протираем экран первой салфеткой, а потом второй. Подклеиваем пленку, которая у нас идет. И просто ровно прикладываем стекло. Если есть пленки, можно от них избавиться при помощи подобного аксессуара. Как видите, стекло, само собой, почти идеально легло. Единственное, что есть несколько пузырьков по краям, мы их сейчас легко исправить. Ну, в общем, стекло наклеено. Насколько вы видите, все делается очень легко, при этом пузырьков нет. То есть, я сейчас даже их дисплей выключу, пузырьков вообще нет. То есть, это стекло. Там даже если были какие-то пылинки, стекло их так сильно прижимает, что их просто не видно. Ну, здесь, если присмотреться, есть пару ворсинок. А так вообще все идеально. Ну, в общем, с вами был Жекс. Вот такие посылки нам на этот раз пришли. Если у вас случится подобная ситуация, не медлите. Сразу открывайте диспут, возвращайте деньги, поскольку это косяк продавца. То есть, он плохо упаковал, плохо пришло, он виноват, он возвращает деньги. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки и пока.